Итак, важные новости вчерашнего вечера. Да, выход на консолях. Именно. Консоли нового поколения, они настолько мощные, практически уровни ПК. Так что мы решили предоставить нашу игру новой аудитории. Это отличная возможность для нас. ММО для консолей пока еще не так широко распространены, как ваша команда планирует. Я имею в виду, это же не будет просто порт с ПК-версией на новой платформе. Расскажите об этом подробнее. К счастью, новые консоли обладают мощностью ПК, так что у нас не возникает особых трудностей. Это будет та же игра, только на ПК у вас есть клавиатура и мышь, а на консоли контроллеры. Мы планируем поступить так же, как Bethesda со Skyrim, то есть выпустить две разные версии, для ПК и для консолей, которые имеют небольшие различия, но в целом остаются одной и той же игрой. А будет ли возможность играть все вместе, или вы разделяете игроков с разных платформ? Мы решили разделить ПК-игроков, владельцев Xbox One и владельцев PS4. Это решение обусловлено системой PvP. Все-таки клавиатура и мышь влияют на боевую систему, а мы хотим, чтобы у всех были равные возможности. Да, одна вещь, которую я недавно заметил, на Reptice E3 вы много сил вложили в реализацию вида от первого лица, правильно? Да, мы действительно хотим перенести как можно больше знакомых ощущений The Elder Scrolls в онлайн. Мы хотим убедиться, что наша игра будет достойным преемником серии, и классический вид от первого лица — один из необходимых элементов. Но это все-таки онлайн игра, и что-то постоянно происходит вокруг вас. Мы также поддерживаем и вид от третьего лица, так что это остается на усмотрении игроков, с каким видом они предпочтут играть. Как я понял, в текущей версии все это уже есть. Да, мы представляем фанатам возможность попробовать игру. Это очень важно для нас, потому что ММО — это особый жанр игр. Очень сложно говорить об этом, нужно просто сесть и попробовать с ММО. А с чем вы столкнулись при разработке игры? Ведь ММО всегда связано с огромным числом желаний и мнений фанатов. Расскажите, как игра изменилась за прошедший год? На данный момент прошло два месяца с начала бета-тестирования ПК-версии. И, кстати, у нас есть огромное преимущество на другим ММО, в том плане, что мы часть Elder Scrolls, у нас есть прочная основа, на которой строится игра. И эта основа влияет на все. И неважно, играете ли вы с ПК или консоли. Если смотреть с этой точки зрения, нам нужно было лишь добавить элементы онлайн, чтобы получить The Elder Scrolls Online, а не обычное ММО. Elder Scrolls известна своим потрясающим миром, историями и шикарными квестами. Поясните для тех, кто еще не знаком с Elder Scrolls Online, как эта игра будет вписываться в лор предыдущих игр серии? Я имею в виду, вы ведь не делаете Skyrim Online? Нет, конечно нет. Все события происходят за тысячу лет до Skyrim, в тот период, о котором мало что известно. Это во время хаоса, когда нет никакой центральной власти, нет империи, знакомой фанатам Skyrim. Все происходит до ее основания. Это времена, когда только формируются различные фракции и альянсы, и вы сможете принять участие в сражениях против других игроков, других альянсов, за контроль над Сиродилом и его сердцем, имперским городом, и за право выбрать нового императора. В игре будут все провинции, знакомые, любимые игроками. Причем будет доступен весь континент, а не только одна провинция. Причем это происходит в далеком прошлом, что позволяет нам создавать новые истории, представлять новых героев, и в то же время в будущих играх вы сможете найти отражение знакомых вам событий. Следующий вопрос. Вся прелесть ММО заключается в том, что они постоянно развиваются, происходят новые события, появляются дополнения. Каким вы видите дальнейшее развитие своего проекта? Магия онлайн-игр в целом состоит в том, что они фактически никогда не прекращаются, благодаря все новому появляющемуся контенту. И мы, кстати, уже начали работу над пост-релизным контентом, и с течением времени мы будем добавлять новые сюжетные линии, новые квесты, новые территории, все то, что не дает ММО устареть, и двигает ее вперед. Итак, на конференции, где было объявлено про релиз на консолях, вы ведь не говорили про модель оплаты? Я не помню, что об этом звучала информация о Free2Play или там... Мы это еще не объявляли. Сейчас мы сосредоточены на консолях, ПК, МАК, на всех этих вопросах, связанных с платформами. Для нас это ключевой момент E3. Вау, это здорово, что ваша команда может поселить все эти платформы разом. И вы планируете релиз игры на всех перечисленных платформах одновременно? Да, весной 2014 года. У нас еще много работы. Мы получаем много удовольствия от сделанного нами. Бета-тест в самом разгаре. Мы получаем множество отзывов у игроков. И со временем бета-тесты становятся более массовыми, и будет все более людей принимать в нем участие, поэтому мы будем получать все больше мнений. Вчера на презентации PS4 было сказано, что для владельца будет отдельное бета-тестирование. Да, бета-тест для консолей. На какое-то время это будет доступно только владельца PS4, но это не как-то затрагивает ПК и МАК. Тестирование этого месяца. А вообще бета-тестеры проводят много времени за игрой, да? Да, и мы получаем множество отзывов, это же ММО. Но вы же понимаете, что ММО по Elder Scrolls... И у игроков множество мнений по этому вопросу. И насколько я знаю, у нас есть вопросы от публики. Давайте же перейдем к ним и узнаем, что интересует игроков. Да, у нас есть вопросы. И первый вопрос от Брэндона Брейна. Будут ли в Elder Scrolls Online драконы? Потому что мне действительно нравилось их убивать. Все, кто играл в Skyrim, знают... Для тех, кто не играл, осторожно, спойлеры. Драконы существовали в далеком прошлом, а потом вернулись спустя долгое время, и мы сейчас на том моменте, когда их нет. Так что у нас нет драконов, но зато мы представим множество новых существ. Например, главная сюжетная линия о том, как вы встретились с дедрическим принцем и его прислужниками, которых никто раньше никогда не видел. И все они мощные и интересные противники. Окей, хороший вопрос. Итак, а следующий вопрос у нас от Gustavcherp7n. Ему интересно, что вы можете рассказать нам о суточном цикле? Смогут ли персонажи по ночам становиться темными рыцарями? Или так далее? У нас есть смена дня и ночи. Это игра реального времени, так что вы не сможете промотать время во сне, как было в предыдущих играх серии. Но вы будете видеть, как становится темнее, и иногда по ночам происходит то, что не может происходить днем. Может получиться так, что вы будете играть только ночью или только днем, но и там, и там вам будет чем заняться. Отлично, Мэтт. Спасибо вам большое. Поздравляю вас с анонсированием выхода на консолях и удачного вам показа игры на демонстрационном этаже. Перевел Александр и озвучил Юку специально для TESOnline.ru.